здравствуйте дорогие друзья и гости канала в предыдущем видео о размножении фиалок мы разобрали как выбрать и поставить на укоренение листовой черенок фиалки мы сделали это поставив черенок в землю а также воду и вот сегодня мне хочется поговорить о том как ухаживать за нашими листовыми черенками чтобы они как можно быстрее дали нам здоровые качественные детки надеюсь что посмотрев это видео вы сможете избежать многих ошибок и решить все те проблемы которые могут возникнуть в процессе укоренения листовых черенков фиалки и так начнем перед нами два листовых черенка которые мы четыре дня назад поставили на укоренение они взяты от одного растения один поставлен воду другой в землю кто не видел это видео ссылочку я оставлю внизу итак начнем с листика который стоит в воде какие могут возникнуть нюансы водичка со временем может испаряться и мы ни в коем случае не выливаем вот эту воду а лишь доливаем так как в процессе укоренения разовьется своя микрофлора в этой воде и поэтому надо всегда добавлять и ни в коем случае не менять ее целиком опять-таки мы будем наблюдать чтобы наш черенок не загнил и если вдруг по каким-то причинам появится небольшое здесь загнивание черенка мы сразу увидим это и сможем обновить срез и снова поставить на укоренение вот в этом есть преимущество укоренения в воде особенно вот для новичков ну а какие в этом могут быть недостатки я покажу вот на наглядном примере когда черенок стоит в воде он может загнуться вот перед нами два череночка видите вот один уже дал корешочки и остался прямым это замечательно а вот другой вот загнулся вот видите образовав его будет очень неудобно сажать вот как-то его придется изловчиться и посадить поэтому как только черенок начнет давать корешочки и достигнут детали пол сантиметра сантиметр надо сразу его сажать землю и опять-таки при посадке все таки немного это уже стресс будет для растения посадка ему надо будет снова прижиться в земле вот это вот так же будет являться небольшим недостатком поэтому пока корешочки будут небольшие где-то сантиметр полтора надо будет сразу сажать его в землю кроме этого в осенне-зимний период при укоренении в воде может подстерегать еще одна проблема вода по сравнению с землей охлаждается более быстро и будет до более низких температур а как мы знаем фиалка не любит низких температур и укореняться при этом будет гораздо хуже и может от этого переохлаждения загнить поэтому если вы поставили на укоренение в воду то надо подумать о том как не дать охладиться фиалки во первых сразу можно поставить вот так вот горшочек он будет являться и подставочкой а также беречь и со стороны стенок стаканчика от переохлаждения и лучше не ставить на холодный подоконник а если уже и ставите то можно еще что-то подложить вниз поставить подальше от стекол чтобы было меньше сквозняка соблюдение температурного режима также важно и для листового черенка который мы укореняем земли поэтому мы ставим его вот так вот в тепличку это может быть или пластиковый стакан или контейнер или целлофановый пакетик и также не ставим на холодный подоконник а если ставим то стать делаем какую-то подставочку тепличка будет беречь не только от сквозняков ну и создавать определенную влажность воздуха особенно если при очень хорошем отопление конечно воздух становится сухой а в тепличке будет создаваться гораздо лучшее условие для укоренения напомню что оптимальная температура для развития фиалок взрослых растений а тем более для молодых черенков которые будут укореняться не должна ни в коем случае быть ниже 16 градусов а должна быть где-то в районе 22 20 градусов и тогда наш черенок не должен загнить а должен вовремя пустить корни и дать деток также очень важно обратить внимание на освещение и особенно в зимний осенний период если весной световой день удлиняется и становится все длиннее и длиннее естественно что наши растения укореняются значительно быстрее поэтому мы должны создать наши фиалки дополнительное освещение нашему черенку но это будет не сильно сложно сделать мы прям вот какой-то вот свой вот так контейнер тепличку или свой листик можем поставить под лампу например на кухню если минесцентные у вас там лампы светодиодные это дневное освещение очень там часто долго бывает горит свет и будет дополнительно светить и они будут укореняться легче поэтому обратите на это внимание что освещение если его не хватает должно как-то вот создать искусственное кроме того угроза загнивания может возникнуть при неправильном поливе поэтому стоит обратить внимание как поливать наш листовой черенок ни в коем случае не стоит его переливать а кроме этого вот здесь вот на донышке надо обязательно сделать отверстие чтобы лишняя водичка не застаивалась и не давала поводу повода нашему черенку загнивать также хочу сказать что переувлажнения совсем ни к чему надо поливать только вот по мере высыхания и не переливать потому что конечно это еще не развито еще не даже не взрослые растения а черенок угроз загнивания очень велика будет да хочется еще сказать что конечно если здесь мы видим как листочек даст корешочки то здесь мы не видим и нам конечно очень интересно бывает ну что ж он стоит стоит не как вот листочков не дает не надо постоянно там вытаскивать череночек смотреть вы просто не дадите ему укорениться вот можно если листочек турбур не теряет значит он питается значит процесс идет и стоит просто подождать но если все-таки прошло слишком долгое количество времени уже месяц и там два а черенок все никак не дает деток тогда уже возможно стоит и обновить срез так как бывает что черенок питается сам начинает подрастать и никак не дает деток вот в том случае уже можно когда уже очень долго уже можно вытащить его обновить срез и переукоренить так еще хочу показать что если вы укореняете сразу несколько листиков то возможно имеет смысл поставить их вот в одну такую вот большую контейнер тепличку накрыть сверху пищевой пленкой проделать в ней так дырочки поставить полить череночки и поставить на укоренение как долго должны находиться черенки в тепличке тут менее немного расходятся говорят что если уже вот дали листики то можно и вытаскивать но стаканчик маленький и в домашних условиях или переохлаждения возможного или наоборот жаркого воздуха от батарей таким маленьким вот на рождающимся деткам я считаю что чем постоят они подольше в тепличке им будет более комфортно но а потом когда резко их выставлять конечно может быть и не стоит сначала немного снять пленочку и уже потом пусть они привыкнут внешней среде и уже будут они развиваться дальше в обычных комнатных условиях кроме этого и будет удобно и поливать и как-то вот чтобы протереть там подоконник или стеллаж перенести снять так что возьмите на вооружение если несколько укореняете или даже потом рассадили несколько деток очень удобно их вот так поставить такой вот аккуратный небольшой контейнер и так давайте подведем итог при укоренении листовых черенков в воде или в грунте надо создать оптимальные условия и чем условия будут ближе к натуральным а вспомним что наша фиалка растет на экваторе где день равен ночи и теплая влажная погода тем быстрее они дадут нам здоровое потомство также вот оговорюсь что после того как корешочки есть мы сажаем этот черенок также в землю аккуратненько стараясь не повредить корни и уход продолжаем так же как вот за этим черенком ставим в тепличку и продолжаем создавать условия в которых детки появятся я надеюсь очень быстро так что присоединяйтесь вот цикл видео о размножении мы начали с видео где показаны все стадии развития далее мы разобрали видео как поставить лист на укоренение сегодня мы разобрали как ухаживать за листовым черенком в процессе укоренения ну а дальше все пойдет по плану будем разбирать и как рассаживать деток и все по порядку так что включайтесь присоединяйтесь будем вместе выращивать наши красивые цветочки всем всего доброго удачи пока пока все ссылочки я оставлю внизу всего вам доброго